Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Елена Самарина. Встретиться с давними партнерами и найти новых, расширить торгово-экономические связи. С такой целью делегация из Сахалинской области приехала в Алтайский край. В ее составе представители оптовой торговли. Встреча сахалинских предпринимателей с алтайскими прошла в Краевом управлении по пищевой промышленности. Главный интерес гостей – мукомольно-крупенная продукция и бакалея. Область – это единственный российский регион, полностью расположенный на островах. Поэтому для нас вопрос продовольственной безопасности всегда стоял и стоит очень остро. И в этом плане Алтайский край выступает нашим очень надежным партнером, обеспечивая по некоторым группам товаров до 80% поставок. Алтайская продукция хорошо знакома сахалинскому потребителю. У нее отличная репутация, заявили делегаты. Теперь предприниматели хотят своими глазами увидеть все богатство ассортимента. К тому же на месте удобнее заключить предварительные договоренности. Например, обсудить стоимость доставки. Ведь Сахалинскую область и Алтайский край разделяет 6000 километров. Есть на некоторые виды продукции, есть такая субсидия. Это в частности распространяется на продукцию мукомольно-крупенной промышленности. И наши предприятия, ну и имею в виду Алтайского края, они очень хорошо этим пользуются и заинтересованы. Не только Сахалинская область и вообще Дальний Восток для нас интересен, потому что это поддерживается перевозкой, имеется в виду, поддерживается государством. Отмечу, уже запланирован визит делегаций из Алтайского края в Сахалинскую область. Предприниматели заинтересованы в поставке морепродуктов в наш регион. А я продолжу выпуск. Пройти бесплатное медицинское обследование можно в Барнауле. Бригада Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики работает возле рынка Янтарный по адресу улица Сухая Батара, 3А. Участникам акции предлагают проверить работу сердца, определить уровень глюкозы в крови, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, а также рассчитать индекс массы тела. Кроме того, каждый обратившийся может проконсультироваться с врачом-терапевтом. Пройти обследование можно до 29 июня с 10 до 15 часов. Для этого понадобится паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Громкое «нет» сказали распространению наркотиков барнаульские студенты. Волонтерский центр «Лига добра» Алтайского государственного института культуры, сотрудники Комитета по делам молодежи администрации города, а также Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД провели профилактический рейд в Ленинском районе. Как рассказывают на официальном сайте города, они нашли и закрасили более 60 ссылок на сайты по продаже запрещенных веществ. Также в железнодорожном районе представители администрации вместе с ребятами из общественного движения «Стоп наркотик» закрасили около 45 надписей на стенах зданий в районе улиц Молодежный, Доповской, Профинтерна, а также проспектов Ленина и Социалистического. А в Центральном районе активисты Молодежного совета и представители Добровольной народной дружины «Барнаульская» уничтожили около 30 надписей на ограждениях и торговых павильонах. Отмечу, что жителям города также раздали памятки и напомнили о вреде употребления наркотических и психотропных веществ. От себя напомню, что распространение наркотиков – это уголовное преступление. Максимальная санкция за него – лишение свободы на 15 лет. А теперь о культуре. Крупная художественная выставка «Сибирь-13» состоится в Барнауле. Известно, что экспозиция займет 4000 квадратных метров. Для этих целей в Титов-арене выделили ледовую чашу и соседние помещения. Настолько крупная выставка в Алтайском крае проходит впервые за 43 года. В последний раз Барнаул принимал социалистическую Сибирь в 80-х годах. И тогда она заняла около 600 квадратных метров. В этом же году площадь больше в 6 раз. После того, как стало понятно, что в Алтайском крае есть команда, которая способна принимать такие крупные мероприятия, есть площадка, которая рассчитана на большой объем выставочных площадей. И мы прогарантировали со своей стороны, что на территории, где мы сейчас с вами находимся, а мы с вами находимся на ледовой коробке, вся эта площадь нашей Титов-арены может быть использована под выставочные площади. Было принято решение, что этой выставке быть в Алтайском крае. Художественные произведения уже привозят в Алтайский край. Организаторы шутят, их так много, что измерять можно в тоннах. Накануне привезли картины из Новокузнецка и готовятся принять полторы тонны произведений из Красноярска. Известно, что в выставке примут участие 713 авторов. 112 из них – художники Алтайского края. На этом пока все.